Все на лыжи под таким девизом уже вторую зиму проводят дети и взрослые села Новороссийское Алтайского района. Секцию открыл профессиональный лыжник Сергей Мирончик. На одну из тренировок побывала Наталья Гармашова. Тренировок школьники и взрослые из Новороссийского и соседних деревень ждут как праздника. И действительно катание на лыжах всегда вызывает радость. Сергей Мирончик это чувство испытал еще в детстве, когда на маминых лыжах приходилось ходить в школу за три километра от дома. Сегодня обучает таких же новичков, каким когда-то был сам. По инициативе Сергея пять лет назад в селе появилась секция. У меня есть ребятишки, которые только ходят первый год. Я накладываю масс-держание на колодку. Это сцепление со снегом происходит. То есть ребенок сможет оттолкнуться. Первый год они у меня катаются классическим ходом. Запас инвентаря уже приличный, 30 пар. Большинство, конечно, собственность тренера. Еще несколько новых закупил район. Вооружившись лыжами, команда отправляется на трассу за деревню в Березовский Бор. Ее готовят сами сельчане. Мы по осени в октябре выходим, выкашиваем траву, подрезаем какие-то кустики, чтобы не мешали. Трасса сделана под коньковый ход и под классический ход. Зимой следить за лыжней тоже нужно. Сергей регулярно ее расчищает на своем снегоходе. Протяженность трассы полтора километра, извилистая, с небольшими подъемами и спусками. Их осваивают спортсмены под руководством наставника. Чиро глазками, чиро вот смотришь. Правая лыжа тоже в сторону у тебя уходит. Правая. По переменным шагам. Рука, нога, рука, нога. Давай, вот. Даня Кулева только шесть. Еще ходит в детский сад, но уже гордо может заявить одногруппникам, что уверенно стартуют вместе с опытными ребятами. Зачем тебе учиться кататься на лыжах? Чтобы с доволом быть. Даже знаешь, как правильно на лыжах кататься? Вот что нужно сделать для этого? Палками вот так кататься. Это мои лыжи. А как они у тебя оказались дома? Моя баба мне на день рождения подарила лыжи. Паша на лыжне сегодня и с бабушкой, и с дедом. Им по 70. При этом бодро преодолевают километры. Вообще секция настолько сплотила сельчан, что на тренировки приходят семьями. Дубровские, все привет! Сегодня вообще отлично, скольжение хорошее. Погода тоже. Ветер умеренный. Каждому тренер дает индивидуальные рекомендации. Говорит, главное, чтобы лыжи работали на пользу здоровью, а не во вред. Ну а ребят еще готовят и к соревнованиям. Пусть пока и республиканского уровня, но это только начало. Моя задача, чтобы у них этот интерес сохранялся. К лыжному спорту. А если будет интерес, ребенок уже сам решит, стать ему чемпионом олимпийским или нет. Десятилетний Ваня, сын Сергея, для себя уже все решил. И это стремление к успеху доказывает победами в спорте. Я выиграл более пяти кубков и 20 медалей. Хочу в Олимпиаде поучаствовать в какой-нибудь, когда взрослым сам. Сегодняшнее занятие подходит к завершению. Все успешно финишировали, но уже через несколько дней снова встретятся здесь на старте. Все малыши! А Сергея в перерывах между тренировками ждет основная работа. Он баянист местного хора «Россияночка». Признается, даже не знает, кто он все-таки больше – музыкант или спортсмен. Настолько тесно в жизни Сергея Мирончика. Переплетены эти две совсем непохожие профессии. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.